22 февраля 2003 года в Мехико, Мексика, чемпион мира в первом наилегчайшем весе по версии WBC, мексиканец Хорхе Арси провел вторую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал никарагуанец Эрнесто Кастро. Бой оказался односторонним. Уже в начале первого раунда Арси провел точную атаку, после которой претендент оказался на настиле ринга и не смог подняться до конца от счета рефери. Победа Хорхе Арси чистым нокаутом в первом раунде. 22 февраля 2003 года в Мехико, Мексика, чемпион мира в полулегком весе по версии WBC, мексиканец Эрик Моралес провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал американец Эдди Крофт. Уже во втором раунде претендент оказался в нокдауне. В начале третьей трехминутки Моралес с серией ударов снова отправил Крофта на канвас. Претендент смог подняться, но после очередной атаки чемпиона побывал на настиле ринга еще раз. Развязка наступила в конце раунда, когда рефери остановил поединок, посчитав, что Крофта достаточно, и зафиксировал досрочную победу Эрика Моралеса. 22 февраля 2013 года в Вашингтоне, США, американский чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF Ламонт Питерсон провел первую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO американец Кэндал Холт. В четвертом раунде Холт оказался в нокдауне. В шестом раунде претендент вновь побывал на настиле ринга, а в восьмом отрезке боя, после затяжной безответной атаки чемпиона, рефери остановил поединок, зафиксировав досрочную победу Ламонта Питерсона техническим нокаутом. 22 февраля 2014 года в Макао, Китай, чемпион мира в легком весе по версии IBF мексиканец Мигель Васкес провел шестую защиту принадлежавшего ему титула. Его соперником стал россиянин Денис Шафиков. Претендент, работая первым номером, сосредоточился на атаках по корпусу. Васкес в привычной для себя манере работал на контратаках и был в разы точнее своего активного соперника. В финальных раундах Денис действовал более эффективно и уверенно, но по завершению поединка судьи единогласным решением отдали победу Мигелю Васкесу.